Итак, дамы и господа, сейчас вы увидите на канале от Латухи распаковку гаджета, который был куплен потому что... Ну, начнём. Во-первых, мне нужен был датчик движения, который бы работал не от батареек, а от сети. Это уже геморрой. Во-вторых, мне нужно, чтобы датчик движения работал от сети, при этом он мог, ну, как сказать, включать другие устройства. То есть он должен подключаться к умному дому. Третий осложняющий фактор. Мне нужно, чтобы это всё дело, помимо того, что могло подключаться, оно могло управлять другими приборами, да, чтобы оно опрашивало само себя, ну, то есть проверяло, кто ходит у вас по дому. Не очень-то и редко, потому что все гаджеты, которые на батарейках, опрашивают все эти, ну, как сказать, кто вокруг них движется. Короче, производит опрос пространства в округе на движение, ну, где-то там раз в 20 секунд, где-то раз в 10 секунд, кто-то вообще раз в минуту, раз в 2 минуты. Мне нужно, чтобы это работало быстрее. Кто-то скажет, так оставь обычный датчик движения, который у тебя есть. Да, согласен, но я хочу, чтобы у меня умный дом понимал, что кто-то движется, и в зависимости от этого не только включал свет в коридоре, но и, например, какие-то сценарии. Единственное устройство, которое я нашёл с поддержкой вот этого всего разом, именно чтобы от сети работало, да, это именно то, что я заказал. Про опрос это обещает поддержка производителя. Нигде не указано было, поэтому, я надеюсь, меня не обманули. Ну, что мы видим? Работаем по Wi-Fi 2,4 ГГц или Bluetooth. Работает с Яндекс.Алисой, Марусей и Google Ассистентом. Поддерживает RGB в 16 миллионов цветов, то есть светится в любом диапазоне цветовом. Материал корпуса ABS. Радиус действия датчика движения 5 метров. Мощность освещения 3 ватта. То есть это одновременно и светильник, и датчик движения. Рабочее напряжение стандартное. Световой поток 400 люменов. Ну, немало. Индекс цветопередачи 80. Ну, то есть КПД это что ли? Ну, неважно, в общем-то. Для нас, для пользователей пофиг. Степень влагозащиты IP20, то есть только во внутренних, в жилых помещениях. На улицу нельзя. Может переключать теплый, холодный. Может включаться и выключаться по расписанию. Работает с Яндекс.Гуглом. 16 миллионов цветов, датчик движения, управление по Wi-Fi. Работает с Алисой. Окей, Google. Марусей. И приложение Коджима. Коджимовские врубатели у меня уже стоят на кухне, на освещении. Поэтому один из них, конечно, иногда подлагивает. Второй абсолютно нет. Поэтому я надеюсь, что здесь тоже повезет и ничего подлагивать не будет. Соответственно, программу Коджима мне ставить уже не надо. Но мне надо будет в нее добавлять этот приборчик. Судя по вот этому, либо это охлаждение, либо здесь у нас динамик. Ну что, для того, чтобы его запитать в кадре, достаем удлинитель. Мне надоело каждый раз камеру искривлять куда-то в сторону. Поэтому я достал с кладовки старенький удлинитель. Втыкаем. Каджет зажегся. Светит он у нас не ярко. Но это еще раз напоминаю на ночь устройство. Именно ночью. Открываем на смартфоне программу Коджима. Надо ее найти для начала. Вообще она у меня здесь есть или нет? Вот это вот вопрос. Может, я ее сюда даже и не внес. Слышь? Коджиму хочу. Возможно, на этой модели я ее даже забыл поставить. А, нет. Установил, только не вынес ярлычок. И попробуем найти. Ну вот, видите, да? Один уже не в сети. Но это тот самый, который я говорил, подключивать. Ладно. Добавить устройство. Обнаружено. Нет. Надо мне к другой Wi-Fi сети его подключать. Убираем сеть, которая у вас в 2,4 ГГц работает. Ну, например, попробуем сербоника 2. Вводим пароль. Делаем это, само собой, так, чтобы он был верный, но никто, кому не надо, этого не знал. Вводим пароль программе, чтобы она его тоже знала. Нажимаем далее. Идет добавление. Вы видите, да? Кружочек заполняется. Это и есть добавление устройства. Ну, я, кстати, думал, что устройства будет побольше. Что-то как-то я не учел. Но у меня в планах есть подключить к нему еще ведомую лампочку, которая будет с другой стороны коридора включаться. И тогда, я думаю, что нам для начальника будет всего достаточно. Так. Иди лесом. Так, это датчик. Назовем. Нет, движение. Завершено. Завершено. Прогружаемся в интерфейс, я так понимаю. Коробочка, кстати, заметьте, пришла не по коцанной, что не может не радовать. И приборчик не очень дешевый, он стоит больше 1000 рублей. Но, видимо, настолько они редко продаются, что они этим пользуются и наглеют. То есть, можно сделать тусклее, можно сделать ярче, можно сделать цветной. Можно выключить. Включить. Можно просматривать всякие сценки. Это что такое? А, это датчик движения. Продолжительное освещение после того, как он увидел движение. Давайте выставим минуту. А, значит, соответственно, 1.00. Окей. Датчик движения. Высокий. Есть настройки. Работает только в сумерках. Вечер. Нет, только вечером не катит. Ну, ладно, только в сумерке фиг с тобой. То есть, он должен заработать только тогда, когда у нас будет темновато. Ага. Не получается. Свет надо вырубать. Непонятненько. Брателло. Ну, в общем, пора ставить его на место и изучать, как он работает. В результате, хоть тут и ремонт, но вы видите, что датчик движения со встроенной лампочкой получил свое место. После ремонта он останется приблизительно здесь же. Это на входной дверью, чтобы он простреливал через весь коридор. В ответной части, вдали коридора, закреплена лампа, которая позже будет закреплена просто уже внутри потолка, которая включается с помощью Алисы. В Алисе настраивается сценарий. По случаю включения того ночника, включается эта лампа. Но она включается, к сожалению, с задержкой и не 100%. То есть, иногда не включается именно потому, что эта лампочка работает через Bluetooth. То есть, для нее куча последовательных приборов. Ее, точнее, командует лежащий сверху хаб. Хаб получает команду от Алисы, а Алиса получает команду от того вот ночничка. Вот такая вот длительная мутотень. Поэтому иногда бывает, что он не включается. И, кстати, у него дополнительный режим сейчас включен. После того, как он считает, что движение не обнаруживается, еще минуту он тлеет на половине яркости. И эта лампочка поэтому не горит. Как только он меня увидит, сразу должна загореться эта лампочка. Попробую подойти спиной. Медленно. Ой, тапочку потерял. И в какой момент он загорится или вообще не загорится, мы увидим. Но, походу, не судьба. Плюс у нее есть настройка по яркости. То есть, когда дома темно, оно должно работать быстрее и чаще. Когда светло вообще не включается. Ну, как вы видите, сегодня Алиса выкабенивается. Ночник меня увидел. А вторая лампочка не включилась. Ну, вот он на нормальную яркость перешел. А Алиса сказала, не хочу. И не включила этот ночник. Вот побочка Bluetooth лампочки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok